Если что-то не так, то погибнут. Они застрянут на берегу и не смогут вернуться назад в море. Если касатка ошибется, то, скорее всего, это приведет к ее смерти. Поэтому мать-касатка должна преподать дочери основательный урок. Она несколько раз пробует вылезти на берег сама, чтобы оценить поверхность берега и угол наклона. В планировании тренировки выхода на берег, чтобы поймать детенышей морского льва, вкладывается много работы и усилий. Мать определяет, достаточно ли крутой склон у этого берега. Когда она вылезет туда, сможет ли вернуться обратно. Безопасно ли брать с собой своего детеныша, чтобы научить его охотиться? Она толкает свою дочь на Мелли обратно, чтобы дать ей почувствовать необычное ощущение земли под ее телом. Теперь пришло время показать ей, как это делается. Чтобы выброситься на берег, к осадке нужно быстро развить скорость до 30 км в час. И она делает это благодаря одной из самых безупречных техник плавания в природе. Она начинает с мощного движения вниз, которое совершают крупные мышцы, идущие от спинного плавника к хвостовому, и резко опускает хвост вниз. В самой нижней точке этого движения хвост резко возвращается назад под углом 90 градусов. Затем остальная часть ее тела, следуя за хвостом, идет вверх, и это создает силу в 108 лошадиных сил. Эти четыре движения рождают столь мощную энергию, что она могла бы осветить весь Нью-Йорк более чем на секунду. И так и не узнав, кто поймал его, детеныш морского льва оказывается крепко схваченным могучими челюстями касатки. Она жестоко избивает детеныша. Она бьет его, чтобы ранить. Если она будет просто держать его в пасте, то есть шанс, что он поцарапает или ранит касатку. Но когда ты бьешь ему из стороны в сторону, он не знает, куда целиться, и у касатки больше шансов на то, что ее добыча не причинит ей вреда. Но после того, как она потрясет детеныша изо всех сил под пристальным взором своей дочери, она делает то, что кажется несоответствующим поведению хищника. Она дает своей добыче сбежать и делает это специально. К касаткам нужно много тренироваться для выхода на мель. Иногда, если они не голодны, они отпускают детеныша, и тот возвращается на берег. Несколькими днями позже, научившись у матери охоте юная, касатка готова попробовать это сама. Она слушает шорох гальки и всплески детенышей морского льва. И нацеливается на мишень. Она отплывает на 15 метров от берега и разгоняется. Она не просто упустила детеныша, но и оказалась слишком далеко. Теперь она застряла в жестком песке. Ее тело не устроено для этого, и если она не сможет понять, как выбраться с этого берега, она погибнет. Вода покрывает лишь половину ее тела, но эта юная касатка недостаточно энергично двигается, чтобы уплыть. Еще не добившись мастерства в искусстве высадки на мель, юная касатка была слишком агрессивна. Она выбросилась на берег со скоростью около 50 км в час. Нападение с такой внушительной скоростью может оказаться роковой ошибкой. Ее телу весом почти в 2,5 тонны угрожает нежданная убийца – гравитация. Ее скелет создан для движения в воде, а не на суше, как у людей. Наши тазовые кости сильные и широкие. Они способны распределять наш вес. А ширина тазовой кости касатки – человеческий мизинец. И она не может поддержать все ее 2500 кг. Она не сможет предотвратить сжатие легких сил и гравитации, и уровень поглощения кислорода резко падает. И хуже того, давление разрушает оболочку ее клеток, выводя белки из мышц в кровь. Ее почки пытаются отфильтровать белки, но они ядовиты для клеток. Если высвободится слишком много белков, в итоге ее почки просто откажут. У касатки не просто нет воды, у нее нет времени. Она кричит в отчаянии. Мать слышит ее зов и мгновенно откликается. Она физически не может вытащить свою дочь. Но она все еще может спасти ей жизнь, показав, как та может помочь себе сама. Извиваться всем телом, чтобы разрыхлить песок. Если дочь сможет скопировать движение своей матери, возможно, она сумеет вытолкнуть себя обратно в море. Она будет использовать свой грудной плавник, чтобы попробовать вытолкнуть себя с берега. А когда она развернется, ее хвост начнет быстро ходить туда-сюда. Юная касатка чуть не погибла. Она получила урок, который запомнит на всю жизнь. Коммуникация, возможно, спасла ей жизнь в первый, но не в последний раз. Связь друг с другом крайне важна для выживания касаток. Но у берегов Британской Колумбии в Канаде эта стая касаток знает, когда нужно избегать общения. Они охотятся на морского слона. Чье тело изобилует жиром. В нем более миллиона калорий. Но малейший звук от касаток может стоить им добычи. Потому что природа настроила слух морского слона на волну, на которой переговариваются касатки. Это биомеханическая система сигнализации, позволяющая ему уловить врага еще до нападения. Касатки преследуют морского слона в тишине. Однако, когда они приближаются, самый юный член стаи начинает болтать, пересекая порог частоты. Морской слон ныряет и быстро начинает исчезать под водой. Но резвая юная касатка бросается за ним. Ей лучше поспешить, ведь... ...зайт в свой дом. Не найдя раковины, рак-отшельник не брезгует ничем. Старая бутылка – то, что надо. И он не единственное существо, использующее мусор, брошенный людьми. Обычно собачка выяселится в расселенных рифах, но на этом голом морском дне им приходится обходиться тем, что есть. Еще одно необходимое условие выживания – смертельное оружие. И тут раку-богомолу надо отдать должное. Его секретное оружие – пара пружинищих вращающихся лапок, которые он пускает в ход с невероятной скоростью. Он пронзает жертву, убивая ее ударом, который считается одним из самых быстрых движений конечностями в животном царстве. Край дубины ударяет жертву, достигая скорости в 80 км в час. И нападение занимает менее трехтысячных секунды. Все происходит так быстро, что вода у рабочей кромки закипает. У так называемых протыкателей на концах ног дьявольские шипы с зазубринами, которыми они пронзают мягкотелую добычу вроде рыбы. Правда, в этот раз шипы зацепились за коралл, а не за жертву. Но на те же грабли рак богомол не наступает. У раков богомолов прекрасный аппетит. Вот он пытается утащить мертвую рыбу, крупнее себя самого, в свою нору. Но вход маловат. Словно прикрытый капюшоном вурдалак, оранжевый рак богомол выслеживает добычу. Несмотря на сопротивление воды, при каждом движении, во время нападения рак богомол наносит удар столь же сильный, как пуля из винтовки 22-го калибра. И столь же смертельный. Почему же именно здесь, на этом голом, незащищенном морском дне, обитает столько разных живых существ? Иногда в этом проливе бывают сильные течения. И они несут с собой икру и личинок многих видов из открытого океана. Одних съедают обитатели пролива, а другие устраиваются на морском дне, найдя способы выживания. Сегодня обитателям морского дна не приходится особенно беспокоиться о хищниках, проплывающих по проливу. Их волнует только опасность, исходящая от их соседей. Пара глаз и еще один ужас морского дна в темное время суток. Ночной хищник с грозной репутацией, охотящийся из засады. Своё название рыбы-крокодилы Бьюфорда получили, потому что по внешнему виду и технике охоты они напоминают гребнистых крокодилов. Они лежат в ожидании, не шевелясь и наполовину взрывшись в песок, пока жертва не окажется на расстоянии удара. А потом берегись. Они широко раскрывают пасть и захлопывают ее на жертве за какие-то наносекунды. Рыбы-крокодилы демонстрируют еще одно важнейшее качество для выживания – скорость. Из морского дна высовывается голова. Это один из видов острохвостого угря. Весь день эти существа проводят, зарывшись в грунт, а на охоту выходят лишь ночью. Морское дно кажется пустынным, но на самом деле оно вовсе не пустое. И листы песок и гравий – еще одна жидкая среда, куда живые существа погружаются по доброй воле. Там они получают защиту, которые лишены в плоской ровной пустыне сверху. Поверхность кажется безжизненной, но на разрезе субстрата видно множество живых существ, прячущихся там. Как на детской червяковой ферме, действие происходит не над землей, а под ней. Еще одна стратегия выживания, выработанная местными живыми существами. Появившись из песка, плавунец спешит найти другое укрытие. Он обладает несколькими необходимыми для выживания здесь качествами – скоростью, способностью закапываться и прятаться и прочным панцирем. А его клешни – грозное оружие. Некоторых из здешних крабов иначе как диковинными не назовешь. В чем преимущество их строения? Что за эволюционный путь они проделали, чтобы обрести такую необычную форму? Словно герои мультфильмов, эта пара полагается скорее на скорость, чем на броню. Строение коричневого краба напоминает танк. У него нет незащищенных щелей, но даже это бронированное создание предпочитает закапываться в песок. Каждый отдельный вид выработал свой уникальный способ выживания в этой враждебной среде. Крабам необходима вся возможная защита, ведь они – любимая добыча еще одного существа, живущего здесь припеваючи. Осьминога. По консистенции тело осьминогов напоминает желе. А еще осьминоги обладают способностью хамелеона менять форму, окрас и текстуру в мгновение ока. Из-за мягкого тела они идеальная пища, поэтому обычно они прячутся. Но есть осьминоги, которым прятаться ни к чему. Эти сверкающие электрические голубые кольца – одни из самых сильных оповещающих сигналов в природе. Они предупреждают хищников о том, что плоть этих осьминогов смертельно ядовита. Однако, когда этот осьминог встречается с раком-богомолом, еще одним смертоносным охотником морского дна, все заканчивается ничьей. Голова взрослого синекольчатого осьминога меньше большого пальца человека. Но нейротоксины, содержащиеся в его теле, считаются во много раз мощнее цианида. Заметив добычу более подходящего для себя размера, синекольчатый осьминог приглушает цвета и начинает ее выслеживать. Краб замечает опасность слишком поздно. Синекольчатые осьминоги не единственные, кто использует цвет для защиты в этой серой, в общем-то, бесцветной среде. Актинии – хищные существа, пользующиеся для ловли добычи своими жалящими щупальцами. Будучи сидячими организмами, они вынуждены приманивать добычу к себе. Невосприимчивый к жалящим клеткам хозяина фарфоровый краб прячется в безопасном убежище, где отделяет свою пищу от планктона. Актинии – хищники под личиной морских цветов. Их яркие представления обладают преимуществом. Живые цвета также служат предупреждением рыбе, если та вдруг захочет их съесть, о том, что актиния ядовита. Своим ярко-оранжевым окрасом две эти бородавчатые рыбы-клоуны вроде бы привлекают к себе внимание. Но их окрас полностью совпадает с окрасом губок, встречающихся на участке морского дна. И эти губки – ядовиты. прячущуюся под, казалось бы, неживой губкой эту рыбку ждет смертельный сюрприз. Кальмар охотится в то время ночи, когда не видно незги. Кальмары, как и каракатица с осьминогами, головоногие. Это существа столь необыкновенные, что, кажется, прилетели с другой планеты. Во многом они даже более высокоразвиты, чем люди. Они обладают способностью менять форму и текстуру тела в мгновение ока. И мастерски пользуются цветами и узором для маскировки и общения. Пигментные клетки в их коже дают им возможность менять окрас по желанию и тут же общаться, используя видимые узоры, которые мы, люди, до сих пор не можем расшифровать. Большинству каракатиц удается ускользать от хищников за счет плавания и скорости. А эта охотящаяся расписная каракатица вроде бы совсем беззащитна. У нее нет ни панциря, ни шипов, ни резвости, чтобы спастись. А вместо этого, когда каракатица чувствует угрозу, ее тело окатывают разноцветные волны, и грязноватый ползущий шарик превращается в нечто красивое и пульсирующее. И больше защиты ей не нужно. Эти цвета отпугивают всех хищников. Съешь меня, если осмелишься. Ведь плоть расписной каракатицы считается такой же ядовитой, как плоть синекольчатого осьминога. Глаза в песке следят за каждым движением на этом необыкновенном морском дне. Но более диковинных глаз, чем у рака богомола, просто не существует. Ни у одного существа на планете нет глаз с таким сложным строением. Они способны видеть свет с круговой поляризацией. Эти глаза способны различать 100 тысяч цветов в 10 раз больше, чем глаза человека. А еще зрение у них тринокулярное. Три секции каждого глаза осматривают все вокруг, независимо друг от друга, позволяя раку смотреть во многих направлениях вокруг себя. нет ничего более совершенного из известного нам, чем их зрение. И ученые изучают его в надежде раскрыть его секреты. Если им это удастся, инженеры смогут улучшить системы высокотехнологичной коммуникации будущего. Раки-богомолы существуют на планете более 400 миллионов лет. Из-за инопланетного зрения и крайней агрессивности их называют великолепными, крайне жестокими и хорошо видящими вдаль раками с Марса. Мало кто из живых существ осмеливается открыто выходить на это недружелюбное морское дно днем. Но японской бородавчатке бояться нечего. Эти рыбы защищены ядовитыми шипами с острыми зазубринами. Понятно, почему у них нет известных естественных врагов. Они медленно ползают и неуклюже вволочат свое тело при помощи специально приспособленных для этого плавников. Интересно, как же они ловят рыбу, которой питаются? Но ночью все становится ясно. Частично закапываясь, они ждут, не шевелясь, когда добыча будет проплывать мимо. А потом нападают, словно молнией. Но даже японская бородавчатка не рискнет отведать еще одного ядовитого хищника – крылатку зебру. Бородавчатка лежит неподвижно, и эта рыба думает, что, укрывшись под этим неодушевленным предметом, она будет в безопасности. В отличие от осьминога, у нее нет ни брони, ни шипов. На лифе всегда полно укромных уголков и расселен, куда они могут втиснуть свое податливое тело и спрятаться. Но здесь, на пустынном морском ландшафте Лэндаха, осьминоги решили проблему защиты по-новому. Они выработали сверхъестественную способность собирать предметы с морского дна и строить с их помощью дом для защиты. Бездомный осьминог собрал несколько обломков раковины, чтобы использовать их как стройматериал. А потом ему улыбнулась удача. Он нашел целую раковину двустворчатого моллюска. Отличное жилище. Теперь у него есть вся необходимая защита. Но не все осьминоги строят дома. Этот проплывающий мимо осьминог-имитатор селится в норах на морском дне, полагаясь на маскировку и сверхъестественную способность принимать форму тела и подражать движениям других существ, обеспечивая себе безопасность во время охоты. осьминог настолько изобретателен, что использует даже мусор, брошенный человеком, для обустройства убежища, идеального охотничьего домика, где он прячется, пока не увидит проплывающий мимо добычи. Затем осьминог стремительно выскакивает, покидая убежище для ловли жертвы лишь на секунду. В отличие от осьминога-имитатора, ему не надо отходить далеко от убежища, чтобы найти пищу. И строя для себя дома, чтобы компенсировать отсутствие укрытия, и полагаясь на маскировку и прячась в песке, живые существа научились выживать даже в таком, чрезвычайно пустынном морском ландшафте. Благодаря разнообразию диковинных существ, встречающихся здесь, а также моделям адаптации и поведения, которые тут можно наблюдать, эта крошечная часть моря у берегов Индонезии прослала самым странным участком океанского дна. Морское дно кажется пустынным и лишенным укрытий. Но иногда тут встречаются крошечные коралловые островки. Они похожи на оазисы в засушливой пустыне. И возле них собираются косяки рыбы, тревожно кружа вокруг крайне ограниченного укрытия и рассчитывая выжить, прячась за товарищей. Но таких оазисов мало. И находятся они на большом расстоянии друг от друга. Косяки самов полагаются на тот же принцип коллективной безопасности, пытаясь найти пищу ночью на морском дне. Хищнику будет нелегко выудить отдельных особей из этой кружащейся массы. Эта ящероголовая рыба поймала добычу почти с себя размером. Она столь велика, что ящероголовая рыба может заглатывать ее лишь постепенно, проталкивая жертву в брюхо. Благодаря большим челюстям они могут поглощать существ почти с себя размером. В этой местности, где пища попадается редко, этого обеда ей хватит на много дней. Ящероголовая рыба охотится, лежа неподвижно на морском дне и выжидая, пока кто-нибудь не проплывет рядом. А потом выхватывает добычу из толщи воды. Многие подводные существа охотятся, тратя много энергии на поиски добычи на морском дне или плавания в океане. Для других же кормежка – это долгое выжидание. Не шевелясь, они полностью сливаются с окружающей средой и ждут, когда добыча сама приблизится к ним. И тогда нападают молниеносно. Это хищники Лямбаха, нападающие из засады. Благодаря маскировке живые существа научились выживать даже в таком чрезвычайно пустынном морском ландшафте. Благодаря разнообразию диковинных существ встречающихся здесь, а также моделям адаптации и поведения, которые тут можно наблюдать, эта крошечная часть моря у берегов Индонезии прослала самым странным участком океанского дна. морское дно окажется пустынным и лишенным укрытий. Но иногда тут встречаются крошечные коралловые островки. Они похожи на оазисы в засушливой пустыне. И возле них собираются косяки рыбы, тревожно кружа вокруг крайне ограниченного укрытия и рассчитывая выжить, прячась за товарищей. Но таких оазисов мало и находятся они на большом расстоянии друг от друга. Косяки самов полагаются на тот же принцип коллективной безопасности, пытаясь найти пищу ночью на морском дне. Хищнику будет нелегко выудить отдельных особей из этой кружащейся массы. Эта ящероголовая рыба поймала добычу почти с себя размером. Она столь велика, что ящероголовая рыба может заглатывать ее лишь постепенно, проталкивая жертву в брюхо. Благодаря большим челюстям они могут поглощать существ почти с себя размером. В этой местности, где пища попадается редко, этого обеда ей хватит на много дней. Ящероголовая рыба охотится, лежа неподвижно на морском дне и выжидая, пока кто-нибудь не проплывет рядом. А потом выхватывает добычу из толщи воды. Многие подводные существа охотятся, тратя много энергии на поиски добычи на морском дне или плаванию в океане. Для других же кормежка – это долгое выжидание. Не шевелясь, они полностью сливаются с окружающей средой и ждут, когда добыча сама приблизится к ним. И тогда нападают молниеносно. Это хищники Лямбаха, нападающие из засады. Благодаря маскировке, подражанию и неподвижности они застают жертву врасплох. Ни одно движение не выдаст присутствие смертельно опасного убийцы. Их жертве нечего бояться до внезапной атаки. Кажется, она начинается из ниоткуда. В таком пустынном месте, как морское дно у берегов Лямбаха, на ожидание порой уходят не часы, а дни. Но эта рыба из семейства Скорпеновых нашла идеальный район охоты на брошенной сети. Мелкие рыбки, прячущиеся здесь, совершенно не замечают в своих рядах хищника. Пароглаз осматривает ночной океан. А затем из-под морского дна выскакивает убийца. Еще один ужас ночи. Ночью многие существа осмеливаются выходить только на кормежку. В отсутствие укрытий на плоском морском дне днем, ночью, когда не видно низки, они защищены. Но это лишь иллюзия безопасности. Ведь ночью также выходят самые умелые и смертельно опасные хищники. этот скрытый охотник с глазами на макушке и большим ртом с грозными клыками звездочет. Очертания любой добычи, проплывающей у него над головой, отражаются на поверхности океана, освещенный светом звезд. Поглощение